Народное славянское радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Владимир Николаевич Артамонов. Сегодня мы приступаем к записи передачи «Основные принципы устройства мира». И там будет рассмотрено несколько тем, о которых, я думаю, Владимир Николаевич сам расскажет подробненько без меня. А когда он расскажет, я уже подключусь к беседе, и мы эти темы, надеюсь, с моей помощью более подробно разберем. Итак, здравия, Владимир Николаевич! Здравия вам, богатыри земли русов и богини земли русов! Я рад приветствовать вас, и тема обозначена, мы к чему и приступим. Значит, я планирую сегодня рассказать вам вначале, даже чтобы сократить время, планирую так. Сегодня дать вам материал для следующей открытой встречи прямо в эфир, чтобы вы готовы были задать вопросы, подготовиться, и чтобы мы с вами уже общались, как взаимоуважающие друг друга людей. И был мозговой штурм для обсуждения этих вопросов, чтобы не было спора, потому что в споре не рождается правда, а рождается агрессия. Поэтому будем общаться так. Я сейчас очень быстро и бегло дам вам информацию для размышления, потому что без этого жить в нашем пространстве сейчас проблематично. Чтобы просто выжить, для этого нужна эта информация. Ну и наступительный вопрос сделал, и начнем с настоящей сути. Вот весь материал я взял из открытой печати. То есть это каждому доступно, и каждый способен это найти при своем желании. Но вот суть всегда заключается в том, чтобы вытащить суть и истину, обобщить вот это все, сконцентрировать и воспринять. И принять к действию. Вот из этой информации, которую мы сегодня и сегодня дам, попробуем это сделать потом в открытом эфире. Итак, кона мироздания. Природное ведание основано на единстве, единобожии и многобожии. Единое божественное начало проявляется через множество ликов, оставаясь при этом собой одним единым. Все родные боги – суть лики рода единого. Всесущего, Всебога. Кого бы из родных богов ты не почитал, ты почитаешь единого одного, единого Всебогорода. Как многообразен наш мир, так и многолики и родные боги. Но все они берут начало. В нем одном, Всесущем, Всеедином Боге. Итак, всемире едино. И все в нем связано со всем. На телесном уровне все отделено друг от друга, хотя разные части могут действовать сообща. На уровне души, мысли и чувств, сил и энергий – все взаимосвязано. На уровне духа нашего, истинного Я, божественной природы внутри нас – все едино. Второе. Все текущие процессы во всем мире развиваются циклично. Время – это не прямая линия, это спираль. Велесов-Свитин, по которому развивается жизнь. Все сущие живет по закону великого коловращения. Так день сменяет ночь, и год сменяет год. И все возвращается, но ничто не остается прежним. Центр же коловращения – сам род, всегда недвижим. Он один родовой столб, пронизывающий, единящий все миры. Природа воплощения – божественное. Все сущие божественное. Божественное присутствие во всем, и все в нем в одном. Род – всеотец, и природа – мать – нераздельны. Как душа и тело. Он удухотворяет и наполняет ее собой. Она дает ему возможность проявить себя в ней. Она и есть проявление – он. Природное ведение основано на единстве. Единобожье и многобожье. Единое божественное начало проявляется через множество ликов. Оставаясь при этом собой, одним единым. Все родные боги – суть лика рода. Единого всемогущего всебога. Кого бы из родных богов не почитал, ты почитаешь его одного. Пятое. Живи в ладу с природой и своим сердцем. Живи сам и дай жить другому. Делай, что должно быть и что будет. Святощи родных богов, предков. Живи по совести и в ладу с природой. А если ищешь высшего знания, познай себя. Дух рода – это твое истинное «Я». Сила рода – твоя сила. Если твое сердце в ладу с ним, познай себя. Дух рода в себе. И делай, что хочешь. Познай себя и следуй своему признанию. Познай себя и стань со Творцом Творцом. В мире есть путь. Этот путь – лада. Следуй пути, и лад в всем мире пребудет в твоем сердце. Лад – это цель пути и одновременно способ идти. Быть в ладу с природой, родными богами и самим собой – это одновременно и средство и цель. Понять, что такое лад, одним лишь рассудком нельзя. В ладу нужно быть. Подлинно быть – значит быть в ладу. Быть в ладу со всеми сущими и самим собой – значит познать себя. Твое тело не враг тебе. Это твой дом. Держи свой дом в чистоте. Тело – обитель духа. Тело твое – истинное капище. Образ Бога в нем – твое сердце. Шти богов в сердце своем. Природа – вечное святилище родных богов. Береги природу. Люби ее, как свою родную мать. Защищай ее и забот сани. А ты никогда не будешь отверженным в кругу своей божественной семьи. Не проси у Бога ничего. Славь их. И через то будешь с ним сердце свое. Боги слышат тебя и всегда и везде знают, в чем ты действительно нуждаешься. Они обращаются к тебе постоянно. Но ты, увлеченный мирской молитвой, не всегда слышишь их голос. Открой свое сердце и услышь их. И тебе нечего будет просить у них более. Шти богов самой жизнью своей. Продли свой род во славу предков и рода небесного, во славу рода всемогущего, все Бога. От самого рода тянутся через века и тысячелетия верви, верхи родов земных. Через кои предки силу рода до тебя донесли. Да не перервутся они вовек. В лета вращения узри хоровод богов. В сердце своем узри дух всебога. Встань в их круг, как равный. Они ждут тебя. Слава роду, слава родным богам, слава родной земле. Вот иконы мироздания. Я взял это из интернета. Теперь также из интернета я взял тайный договор властителей мира. Вот еще одна бумага. Очень интересная. Я думаю, что воспринимаете это как сказку. Но в этом же договоре в конце вы почувствуете, что сила наша в том, чтобы мы это знали. И поймем, что нам делать. То есть я буду что-то прочитывать, а воспринимаете, может быть, даже точно наоборот. Тогда будет все правильно. Так, и тайный договор властителей мира. Вот перевод с английского языка взял с интернета. Иллюзия будет такой великой, такой всеобъемлющей, что она будет надежно скрыта от их восприятия. Тех, кто увидит суть иллюзии, будет считаться сумасшедшими. Мы сами разделимся на несколько фронтов, чтобы они не видели связи между нами. То есть у властителей мира и все остальные. Вот надо понимать, что мы и они. О чем идет речь. Мы будем вести себя так, словно между нами нет ничего общего. Чтобы поддержать иллюзию разобщения, мы будем проводить свои цели в исполнении по капле, чтобы не вызвать на себя подозрений. Это также не позволит им увидеть сразу всю картину происходящих изменений. Мы всегда будем иметь преимущество перед ними, ибо нам ведом и тайна абсолютного. Мы всегда будем действовать сообща и останемся связанными узами крови и тайны. Тот, кто станет говорить, умрет. Мы будем сокращать продолжительность их жизни, притворяясь, что делаем обратное. Мы будем незаметно использовать свои знания и технологии так, чтобы они никогда не увидели, что происходит на самом деле. Мы будем использовать мягкие металлы, ускорители старения и успокоительные вещества, добавляя их в воду, в пищу, а также в воздух. Повсюду их будет окружать ядовитые вещества. От раздействия мягких металлов они утратят разум. Множеством наших фракций мы пообещаем найти для них противоядие. На самом же деле дадим еще больше яда. Они будут принимать яды внутрь и впитывать через кожу, от чего их разум замутнится, а продуктивная система, репродуктивная система нарушится. От этого их дети будут рождаться мертвыми, но мы будем скрывать эту информацию. Яды будут содержаться во всем, что их окружает. В еде, питье, воздухе и одежде. Нам придется применить самые искусные способы сократения ядов, ибо они прозорливы. Мы научим их радоваться ядам, сопроводив их красивыми изображениями и мелодиями. То есть на кого они равняются, помогут нам в нашем деле. Мы задействуем их для продвижения наших ядов. Они увидят, как наши продукты используются в фильмах, и привыкнут к ним, и никогда не узнают их истинного воздействия. И к новорожденным детям мы будем впрыскивать яды в кровь, убеждая, что это поможет здоровью. Мы начнем воздействие с самого раннего возраста, как детский разум еще молод, и предложим детям то, что они больше всего любят сладости. Когда их зубы разрушатся, мы наполним полости металлами, которые убьют их разум и украдут их будущее. Когда их способность к обучению ухудшится, мы создадим лекарства, которые усилят их недуги, а также вызовут новые, от которых мы придумаем другие лекарства. С помощью нашей власти мы сделаем их податливыми и слабыми по сравнению с нами. Их будет одолевать страхи и депрессии. Они станут медленными и брюзгшими. А когда придут к нам за помощью, мы дадим им еще ядов. Мы сконцентрируем их внимание на деньгах и материальных благах, чтобы они никогда не смогли найти связь со своей внутренней сущностью. Мы будем отвлекать их мыслями о сексе, внешним удовольствием и играми, чтобы они никогда не смогли воссоединиться с единым. Их разум будет принадлежать нам. И они сделают так, как мы им скажем. Если не откажутся, мы внедрим ее в жизнь технологии по корректировке сознания. Страх станет нашим оружием. Мы установим для них правительство и разделим эти правительства на противоборствующие лагеря, внедрившись в каждый лагерь. Таким образом, мы будем владеть всеми фронтами. Мы всегда будем скрывать нашу цель и воплощать ее. Они будут трудиться для нас, и их труд будет служить нашему процветанию. Наши семьи никогда не будут смешиваться с их семьями. Наша кровь должна оставаться чистой, ибо таков путь. Мы заставим их убивать друг друга, когда это будет нужно нам. Мы используем догмы и религию, чтобы отделить их от единства. Мы будем управлять всеми аспектами их жизни, а также указывать, как и о чем им следует думать. Мы будем направлять их так мягко и незаметно, что они считали, что сами направляют себя. Мы будем подстрекать их к вражде друг с другом через влияние наших фракций. Если среди них появится проблеск света, мы загасим его, высмеяв, оклеветав, или уничтожив на наше усмотрение, поскольку в этом мире мы лишены возможности творить сами, вот внимание, то мы воспользуемся их творениями, и самое лучшее из них лишим... и самое лучшее из них лишим главной сути, представив откорректированную нами искусственную фальшивку, чтобы использовать ее для своих целей. Мы заставим их вырывать друг друга сердца и убивать своих детей. Для этого мы возьмем в союзники ненависть, а где встанет нашим другом? Ненависть ослепит их полностью, и они никогда не увидят, что победителями из них конфликтов... выходим мы, как правители, они будут заняты уничтожением друг друга, они будут купаться в крови и убивать своих близких для того, так долго, насколько нам будет нужно. Мы очень выиграем от этого, ибо они не увидят нас, поскольку не могут увидеть. Мы продолжим процветать от их войн и смертей. Мы будем продолжать это еще до тех пор, пока не свершится наша цель. Мы продолжим сеять страх и ненависть через образы и звуки. Мы будем использовать все нужные инструменты для завершения своих целей. Инструменты будут созданы их трудом. Мы заставим их ненавидеть себя и своих близких. Мы всегда будем скрывать от них божественную истину, о том, что мы все суть едины. Они не должны этого знать. Они не должны знать, что цвет есть иллюзия. Они всегда должны думать, что не равны между собой. Капля за каплей, шаг за шагом мы будем продвигаться к этой цели. Мы захватим их богатство, землю и ресурсы, чтобы установить полный контроль над ними. Мы обманем, заставим их принимать законы, которые лишат их даже той толики свободы, которую они имеют. Мы установим денежную систему, которая навсегда поработит их, удерживая их и детей в долгу. Если они не объединятся, мы обвинием их в преступлениях и представим миру другую историю. Ибо все средства информации будут принадлежать нам. Мы будем использовать средства информирования, чтобы управлять потоками информации и их пристрастиями. Если они восстанут против нас, мы-то сотрем их, как насекомых, ибо даже меньше насекомых. Они будут беспомощны что-либо сделать, ибо у них не будет оружия. Мы найдем некоторых из них, чтобы воплощать наши планы, пообещаем им вечную жизнь, которую они не получат, ибо они не мы. Эти нанятые будут названы «посвященными» в кавычках, а мы заставим их поверить, проведя через ложные ритуалы, инициации и высокие сферы. Члены этих групп будут считать себя равными нам и никогда не узнают правды. Они никогда не должны узнать правду, ибо тогда они повернутся против нас. Ибо хоть работа, посвященных в кавычках, и будет вознаграждена земными богатствами и высокими званиями, но они все равно не смогут стать бессмертными и примкнуть к нам. Никогда не получат свет и не смогут отправиться к звездам. Они не смогут достичь более высоких сфер, ибо убийство себе подобных не позволит перейти к светлым мирам. Об этом они тоже не должны узнать. Истина будет спрятана прямо у них перед глазами, так близко, что они не смогут распознать до тех пор, пока уже не будет слишком поздно. О да, иллюзия свободы будет столь обширна, что они никогда не будут знать, что являются нашими рабами. Когда все будет приготовлено, та реальность, которую мы создадим для них, завладеет ими. Эта реальность станет их темницей. Они будут жить в самообмане. Когда наша цель будет достигнута, начнется новая эра правления. Их разум будет скован теми верованиями, которые мы устанавливали для них многие тысячи лет. Но если они когда-нибудь узнают, что являются равными нам, тогда мы погибнем. Вот начинается светлая полоса. Этого они никогда не должны узнать. если они узнают, это мы с вами, что совместно им под силу нас одолеть, они предпринут эти шаги. Они никогда не должны узнать о том, что мы совершили, иначе нам негде будет укрыться. Ибо как только спадет пелена, они увидят, кто мы есть. По нашим делам они узнают, кто мы. И станут преследовать нас. И ни одно убежище не даст нам спасения. Это есть тайный договор, согласно которого мы будем жить в настоящих и будущих наших жизнях. Ибо эта реальность растянется на жизнь многих поколений. Этот договор скреплен кровью нашей крови. Он никогда не должен оглашаться или записываться. Ибо если о нем услышит сознание, то людьми вызовет на нас гнев изначального Создателя. И тогда мы отправимся туда, откуда пришли. И где останемся во скончании вечности. Я это взял в открытой печати, в интернете. Зачитал вам. Вот. Что же нам... Конец нам понятен. И поэтому я поздоровался с вами богами. Как богами и богинями. И вот это то, что мы с вами действительно являемся, во все времена подвергается насмешке. А на самом деле мы с вами творцы. Мы по духу творцы. Вот. И что же нам, конечно, делать? Я вам еще сейчас предоставлю некоторые материалы, которые мы в конце вы потом посмотрите. А сейчас вот реально я хочу показать, поскольку мы живем в пространстве, где существует стоячая волна. Наверное, начну вот с чего. Что же в начале было? Конечно, все отвечают, в начале было слово. Но если мы глянем Библию и Ветхий Завет и первую главу, там Бог сказал, да будет свет. Но давайте даже от слова до света цепочку просмотрим. Поскольку слово является материализацией мысли, значит, в начале было до слова была мысль. А материализация словом это и письменно, и звуком, и мимикой, и жестами. Много вариантов. Еще другие варианты. И ментально можно передать, но это мысли передать мы можем. Так вот, значит, до слова была мысль. А что же было до мысли? Звук. А, О, У У, это звук космоса. У, низкая вибрация, О, средняя, А, высокая. Значит, была вибрация. Что вызвало вибрацию? До вибрации еще что-то было. Вот вибрацию вызвала волна. Все в мире едино через волну. Но эта волна, когда положить на плоскости, а в реальном трехмерном пространстве это спираль. Вот основа всего сущего и единство всего сущего через спираль. Что вызвало? Еще на спирали что-то было. А что вызвало эту спираль? Так вот, эту спираль вызвал свет. И вот вспышка Рамхи явилась началом всего сущего. Вибрация эта равна 4,95 Гц. Но она же и убийственна для всего сущего. Поэтому в начале все было прочтете первую, вторую главу Ветхого Завета до нашего прямого эфира. Тогда нам будет легче разговаривать. Все было темно и ничего не было. Потому что это зарождение то самое основу, на котором все живое созрело. Но вначале оно было мертво. Так вот, эта частона она убийственна для всех и всея. Ну, думаете, это самое мощное оружие? Да. Пользуется им? Наверное, пользуется. Потому что, если настроить сердце на оправленный луч на сердце, вот этой чистотой сердце становится. И потом никаких последствий не найдете. Так вот, свет Рамхи воссиял. Ну, вот само слово отражает, слово Рамхана отражает. Давайте его раскодируем. Вот этот код, который две согласные рядом, надо вернуть гласную. Потому что самый изначальный язык наш был слоговый, слоги были открытые. Согласные. что такое открытый слог? Согласные начинаются, потом гласные, согласные, гласные, согласные, гласные. А если начинается с гласной, это закрытый слог. Исходя из этого, изначально все слова начинались с согласной буквы, и все слова заканчивались на гласную букву. Это подтверждают наши народные песни. Во поле береза стояла. Ну, тут уже в миф, в мезуэстэ тоже надо поставить глас, тогда суть откроется. Смотрите, даже предлог, он не стоит безгласный. Во поле. Так вот, Рамху раскрываем. Рамаха слог Ха исходящая сила. Я уже об этом говорил в предыдущей нашей встрече, но поскольку сейчас будет другая аудитория, я об этом, что говорил, вкратце буду повторять. И больше вот этом, об этом говорить не буду. Значит, Ха это исходящая сила, но чтобы вы поняли дальше, для чего это нужно, Тха входящая. Вот Ха, Тха йога. Йога это союз. Союз исходящих и входящих сил. Так вот, когда же занимается человек Хатха-Йогой, он научится управлять вот этими потоками силы. Только и всего это наше изначально и ничего-то либо. значит, Ра-Ма-Ха-Ха мы уловили, что такое? Ма это творение. Мама. Обыкновенная Рама. Творение света. Для этого и делаем нам окна, и называем Рамой. Вот, это творение. А Ра изначально свет божественный. Вот, что, что он воссиял, изначально и всё пошло. Вот он Всебог. Ра-Ма-Ха. Рамха, как мы говорим, сокращаем, чтобы мы не совсем понимали, что говорим. Дальше. Так вот, вернёмся к вибрации, поскольку всё вибрирует, всё вокруг живое, и вот эта живность проявляется через вибрацию. Всё имеет свои непроявленные для нашего глаза информационно-силовую структуру, поля. А вот мы мыслью на это поле и действуем. Или разрушаем, или созидаем, осветляем, одушевхотворяем. На земле всё ждёт от нас одухотворения, именно мысленного одухотворения. в Томске где-то порядка десяти станций на земном шаре, которые постоянно измеряют частоту Шумана. Это первый человек, который понял, что между ионосферой и землёй существует стоячая волна. это то воздушное пространство, в котором мы находимся. Оно разное в зависимости от времени суток и очень зависимо от воздействия Солнца, от его активности. поэтому ближайший Бог Единобожий Ярилов И поэтому наши щуры и пращуры собирались вместе в местах на капищах. Капище пища для души. Ка душа пищи для души. И молву свою обращали к Ра. Эти места называли Кремль. Корамол. Кремль. Раздели, ставь гласное, вытекает суть. Вот что такое Кремль. Вот на этих местах наши щуры и пращуры собирались и не молитву просящую, а молву, в которой заключалась только слава. Что такое слава? слава. Лава информационно-силовых потоков. И когда мы обращаемся к Богу, мы снимаем трубку, устанавливаем контакт с этим Богом и славим ему, то есть направляем силу к нему, а он слегка к нам, а мы биобатарейки. И получаем эту силу, и разум получаем, потому что сила одна не ходит, она всегда едина с информацией. И это не мозг творит информацию, вовсе нет. Это кусок нейронов. Информацию мы получаем полем, через поле всем нашим телом, кровью, костьми, а эту всю информацию получает сердце. искорка Божья наверху сердца. И вот насколько она завибрирует, тебе приятно от этой информации или неприятно, вот и контролирует. На радио Гамаюн две минуты у меня, я всегда в конце говорю, проверяйте сердцем своим, всегда. Радует твое, не радует, забудь. Я ни с кем не вступаю в споры, не хочу вступать. Я уважаю мнение всех, мои дорогие, всех уважаю мнение. Все мы немножко разные, но в принципе одинаковые. Все на земле люди, суть одно, и когда мы это поймем, у всех народов есть свое предназначение. Точно так же, как в нашем гоноу, каждое свое предназначение, мы едины. Когда мы это поймем, не будет войн, не будет вражды. Средства пропитания всего на земле предостаточно, только варварски нельзя относиться. Что мы сейчас делаем с землей матушкой? И когда это мы поймем, тогда Бог вернет нам наши божественные качества. Мы не будем уродовать землю матушку свою, а вещанием будем творить вещи и украшать землю нашу. И вот таких катаклизм, которые проходят на земле, не будет, не будет причины. И сейчас, что грядет, мы в силе ее вернуть, остановить это то, что мы в силе. А вот подумайте, в семье вы можете навести порядок? Два человека можете вы мир устроить? Если устроите, тогда и на земле будет порядок. Обратитесь к сердцу своему, там все есть. Все там приходит в нас божественная искорка внутри. Поэтому все пророки, все говорили, все внутри вас. Познайте себя. Мир прекрасен, в котором мы живем, дорогие мои. Вот я сейчас вам покажу частоту Шумана. Вот я вам показываю. Это прибор, который в Томске меряет эту вибрацию, в которой мы находимся. Я здесь акцентировал, поэтому здесь у меня только часы, время суток показано. Я вам покажу. Вон внизу. вот чтобы подальше вы уже представляли. Теперь частота здесь идет сверху вниз. Вот так. Изменяя частоту, какой сигнал проходит, вот это высвечивается. Это сигнал, который проходит здесь. Так вот эта строчка под моим пальцем, это как раз частота около 8 Гц. вот на протяжении тысячелетий эта частота присутствовала на Земле. Ну, по крайней мере, она процветала, эта частота во время ночи сварога. Вот зависимости от времени суток. Вот смотрите. Вот это время ночное. Вот что делает солнышко. Вот это делает солнышко. значит что? Вот этот уровень частоты порядка 30 Гц. Это вот сейчас спокойный уровень. Когда очень мощный я мог снять, потому что он появился сбоку, и вот чтобы крупно снять, вот здесь сбоку яркое проявление 25 мая было. Так вот я вам нарисую, просто объясню, как что произошло. Вот этот свет, он был сплошной, и вот такой яркости, вот такой вот яркости. Вот такой яркости был сплошной и зашкаливал сюда. То есть докуда он там неизвестно, поскольку этот прибор был создан, если это 8 Гц, а здесь вот этот передел это 40 Гц. Так с 5-кратным превышением он был создан таким прибором. Нет у него дальше измерения. Но это о чем говорит, что день сварога пришел. Мы живем в другом измерении совершенно сейчас. И это нужно понимать. Хотим мы того или нет, наши тела перестраиваются на другие вибрации. В чем наша суть заключается? Чтоб мы помогли своему телу. Если мы эту перестройку не примем, мы просто уйдем. мы физически уйдем с этого мира. Но суть дальнейшая какая? Мы не вернемся на эту планету в другом воплощении. Мы воплотимся, если на этой планете это другой сущности, типа таракана, или даже камнем. То есть вернемся к тому истоку, с чего начали. И все этапы от минеральной, растительной, животной, до человека придется проходить сначала. До какой степени упадем, это зависит от нас. Но принять мы, если не примем это, мы разрушим себя. Мы живем тогда, когда мы в ладу. Я вот зачитывал кон природы лад. В ладу с окружающим пространством. Опять же из русского языка как легко понять. Нам читать и слева направо надо, и справа налево. Давайте прочтем лад справа налево. Дау. Прилой нас ждет от нас и духотворение. Мы обязаны исполнить свое предназначение на земле. А мы что делаем? Нас потребляют потребители нас развивают. Забрать от природы все, но ничего не дать. Поэтому Творец нас и не дает нам наше божественное качество. Одуматься нужно. Простой простой пример. если единственная кормилица наша это мать земля как можно плюнуть на нее? Как можно оставить какую-то бумажку? Ну прилепить эту бумажку своей матери которая тебя родила. А это выше чем мать которая родила. Она еще и кормилица всех и все. Но думайте люди что мы делаем. Что я хочу еще вам сказать. Конечно я просмотрел уникальные интересные фильмы. Я хочу вам этот материал дать. Чтобы к следующей встрече вы их посмотрели. И тогда мы уже будем обмениваться мнениями. И творить мир лучше. Значит непременно нужно посмотреть фильм. Называется он биофизик планета начала жить в другом измерении. Это Миронова. Она великолепный фильм создала. Второй фильм. Киматика. Кире узнай правду о вселенной. название второго фильма. Следующий. Непременно почитайте Библию. Бытие первых троуглавы. Там творение. И давайте сообща посмотрим на эти записи. Верующие не читают священные писания. Поэтому они перестают быть верующими. Они фанатики. Поверили другим, что им говорят. Взяли на восприятие и не убедятся. Надо быть открытым для любой информации. Потому что только информация нас меняет. А если ты закрылся от них, ты стал фанатом. Это проблема и для тебя, для общества, и для космоса. Дальше. сейчас я вам покажу на каких вибрациях, на какой частоте мы вибрируем. И тогда вы поймете, чтобы выжить, в каком состоянии сейчас находиться нужно. вот я приготовил этот материал. Это все взял в открытый. Все это есть, друзья мои. Все это есть. Вот я вам покажу, что это я взял с интернета. Сейчас я вам так трудно будет перечислить. Я вам просто скажу, сориентирую, а вы потом будете ориентироваться. И в интернете это можно найти. Так вот, все негативные эмоции, они даже ниже 3 Гц. Так вот, на протяжении ночи сварога пространство вибрировало 7,83 Гц. То есть вот этим негативщикам жилось терпимо. Они из пространства могли подпитаться не только от чего-то. Сейчас другие частоты. Вот я уже смотрю только ночью пониже. ночью мы не защищены. Вот здесь надо подумать, как себя защитить ночью. Об этом тоже потом поговорим. Так вот, в дневное время вибрации уже нету ниже 30 Гц. Это представляете, что такое? Что это за качество наше, чтобы мы выбирали на этой частоте? Вот вам докладываю. Благодарность. Благодарю тебе. Послушайте вибрацию внутри себя. Это 45 Гц. Вы уже себя перестраиваете, оживляете, вводите в лад с окружающим пространством. А потом скажите спасибо, послушайте вибрацию и сравните и выберите. Это ваше право. Чем вам пользоваться? Сердечная благодарность, исходящая от сердца, от 140 Гц. Сострадание от 150. Обожалость 3 Гц. Уметь их различить надо. любовь от ума это невысокая, 50 Гц. Но всё равно головой корысти ради. Я люблю то, что корысти ради. Вот это 50 Гц. А вот любовь, которую человек генерирует своим сердцем 150 Гц. Любовь безусловная, вселенская, от 250 и выше. Предела нету. Так вот, пространство сейчас нам помогает ожить, поднять эту вибрацию, принять эту вибрацию, сонастроиться. Много таких практик и методик, но главное понимание это не даёт. Везде снимают за это деньги. Вот с Алексеем в прошлый раз мы 4 часа говорили на эту тему о живе. Как её сохранить безо всяких денег? Принимайте, просмотрите ещё раз. И вот по тем образом я понял, что сердцем люди многие поняли, что это на душу ложится, потому что действительно наше. Я много не сказал, может быть ещё мы тогда откроемся. Я там ничего не сказал о времени. Но очень кратко скажу, чтобы не разрушать себя, вот это особенно помнить. Вот сожаление о прошлом, такой момент недоволен настоящим и страх перед будущим, вот эти претензии перед временем убивают нас. Напрочь мы моментально стареем. надо радоваться и живи сейчас. Накопили денежку, ой, жалко тронуть, у меня там лежит 200 тысяч, пусть проценты лежат. Не живёт человек. Надо жить сейчас, друзья мои. Жизнь идёт, мы не знаем, что завтра будет. Поэтому когда мы так будем жить, не разменится. Владимир Николаевич, я предлагаю сейчас что сделать? Уже у нас много времени прошло, мы сейчас прервёмся, первую часть мы закроем, и потом уже начнём говорить про принципы мирового устройства для домового хозяек. Это будет вторая часть. Хорошо? Давай тогда первую часть завершим. Исходя из того, что ты рассказал, пожелай что-то нашим радиослушателям, из всего того, что ты прочитал, мысли какие-то озвучил, подведи итог, что-то доброе, вечное нам скажи. Друзья, мы живём чудным временем. Мир за нас, природа матушка за нас, земля матушка за нас, за разумных. Радость для этого должна быть. Если да и раньше было Мирило, нет радости поставить вопрос, зачем живёшь. Радость до статуса к света высокой вибрации, сердцу приятное и радостное. Так вот, мы сейчас живём в этом мире. Не убивайте себя. Поднимайтесь на высокие вибрации. Живите в любви сердечной, божественной. И это человек создан жить вечно. Вот я вам прочёл властители мира. Они хотят жить вечно. Они не могут жить вечно. И когда мы это сознаем, это всё исчезнет. Хотя я очень долго читал, но это всё шаги, которыми нас прижимают. Вот. Поэтому то, что нам прочитано, как к сказке отнеситесь, простой путь. Мы всё знаем. Мы боги и богини на земле. И это нужно к этому относиться серьёзно. Поэтому я с вами так поздоровался. Итак, первую часть мы заканчиваем. Благодарю тебя за очень хорошую, на мой взгляд, передачу, очень приятные вести, потому что всё-таки информация иностранное слово, мне больше нравится вести. Вот когда весть приходит тебе, там и ведание есть, и твердо есть, всё вместе. Вот за те вести, которые ты нам поведал, я тебе благодарю, тебе низкий поклон. Я сказал тебе. Тебе благодарю, низкий поклон. Два слова разделим, благо дарю тебе. Тогда мы говорим вместе, у нас мысли расходятся. согласен, привычка, привычка, которую нас приучили. Итак, благодарю тебе, низкий поклон, а нашим радиослушателям желаю добра, здравомыслия, быть добру, увидимся и услышимся. Нас ждёт вторая часть. Благодарствую. Народное Славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров